Приветище, это Зельда, мы находимся во владениях Зоро, сзади меня стоит чудища ворота, и сегодня мы пройдем всю балладу о войнах. Сперва нам нужно доползти вон туда, вон к той точке. Пришло время пройти последние испытания этих песен. Где этот касс? Я знаю что-то где-то здесь. Ага, вон он, птицы с гармошкой. Итак, по нашей сложившейся традиции, все это щелкаем как можно ближе. Поскольку касс постоянно болтает все одно и то же, я пропустил его диалог, и давай я расскажу, что нам нужно сделать. Во-первых, пройти путь света, какое-то новенькое задание, сразиться с бойцами древности, и конечно же классика, на водопаде пройти сквозь кольца света. Начнем, как говорится, с конца, с колец света. Значит, тут нам пригодится с тобой доспехи Зору, о которых мне говорили в прошлой серии. Очень много было комментариев о том, чтобы я использовал доспехи Зору, но я что-то тупанул, забыл совсем про них. Вот сейчас-то они нам и пригодятся. Значит, одеваем доспехи Зору, если кто не в курсе, помогает нам взбираться по водопадам. Итак, я готов войти в это кольцо. И пошла жара. Субтитры сделал DimaTorzok Пройдено! Постали и льду. Светилище Маэлая. Что здесь у нас такого, собственно, есть любопытненького? Ну, тут все просто, мне кажется. Можно сделать вот так вот. Обычки! И все, я могу забраться наверх. Хотя можно было и воспользоваться нашими доспехами, забраться по водопадам. А смотри-ка! Тут такой водопад, что доспехи Зора здесь не работают. Так что и не факт, что эти доспехи работали бы и в прошлой серии. Так-то. В общем, ползем. Дырявый ящик. По-любому пригодится нам магнезис. Магнезис. Тащим, короче, мы, наверное... Нам наверх надо забраться, да? Да, точно. Вон туда. И как бы нам это грамотненько сделать? Потому что высота приличная. Есть у меня одна идейка. Но нужно действовать очень быстро. Значит, поднимаем всю эту штуку наверх. Ох, блин, я даже не знаю, как я успею-то. Есть контакт. И вот тут вот надо, вот тут вот. Все будет по фэн-шу. Ага, вот. Надеюсь, что эту глыбу льда этот контейнер не сломает. Есть! Все получилось. Шикардос. Все как надо. Ну, а теперь просто этот ящик поднимаем сюда. И он нам поможет забраться. Нюга-нюга-нюга. А-а-а, чуть-чуть, чуть-чуть не хватило. Как быть? Что делать? Есть у меня один вариантик. Но, блин, успею ли я? Поднимаем до верху. Там, кстати, сундук. Есть! Получилось. Только я не достаю. Не достаю, черт под дыры. Так, попыточка номер два взобрался. Попробуем сейчас с тобой сундучок свиснуть. Пусть он там падает. И мы выясним. Надеюсь, что-нибудь ценное. Королевский щит. А это достаточно ценно. Готово. Пробрались. Ну, вот, в принципе, и все. Голомка решена. Усо. Нашел я, короче, этих чунгачкуков, которые мне дадут сейчас испытания. Здрасте. Здравствуй, Линк. Рад тебя видеть. Я здесь по поручению принца Сидона. Изучаю это место. Видишь ли, именно здесь госпожа Мифа проходила свое священное испытание сто лет назад. И вот знаки, сопровождающие то событие, вернулись. В записях госпожи Мифа есть следующие строки. Когда восходит утреннее солнце, следуй по пути света, чтобы найти испытание. Я даже помню, как она повторяла эти слова. Восходящее солнце. Хорошо. Значит, нам нужно подождать с тобой утро. Ждем утро. Что-то не такого утра я ждал. Снова наступила кроволуния. Линк, будь осторожен. С добрым утричком. Никому кошмары не снились? Про кроволуния там сидела. О, вон, нашел. Кажется, нам надо вон туда. А как нам туда добраться, простенько? Походу, только параплан. Ну что ж. Ладно, будем по головам прыгать этим жестяным банком. Пока летим, пока все в порядке. Нас никто не запалил. Хотя вот эта вот мелочь пузатая может нас запалить. Как бы нам... Ух, пролетели. Пролетели. Знаешь, в чем прикол? Вот я сейчас здесь приземлюсь. Возьму это кольцо света. А обратно-то как мне добраться? У меня вынусливости столько нет. Я ж не доплыву. Зашибись. Воручай, комната вылезла. Точное плавление. Светилище Кидафуния. Пришло время потопить. А чё, где факел? Вот он факел. Есть. А, подожди. В топку факел. У меня есть огненный меч. Запрыгаем сюда. Зашибись. Можно мечом помахать, чтобы быстрее топилось. Обожаю вот такие всякие физические явления, когда нужно что-то разжечь, растопить. Здесь проходик. Можно здесь пролезть. Чё дальше? Есть кнопочка. Она выдает глыбы льда. На которую, по всей видимости, да, мы можем забраться. Значит, топим вот эту глыбу льда. Хотя её можно даже не топить. Так, вроде бы потопили уже значительно. Я думаю, что... Есть. Залезли. Вроде проход растопился. Можно пролезть. Давай, Линк. Бочиной, бочиной пролази. Оп, оп, оп. Вот тут можно залезть. Давай, давай, давай. Есть, пролезли. Сундучок. Минч Мороза. У меня места для неё нет. Пусть здесь полежит. Я могу катать маленькие глыбы, но есть прикол, что катаются они, ну, мягко говоря, не очень. Так, 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 тихо. Сбираемся. Оп. Опа. Я наверху. Теперь мы можем здесь пролезть. Чё, вроде всё. Испытание пройдено, что ли? А, не, нифига. Так, ладно. Как насчёт того, чтобы натопить этот лёд в той воде? И, по идее, воды должно прибавиться. Тогда должно быть всё ништяк. А, нет, надо не так сделать. Сейчас. Есть у меня коварный план. Есть. Короче, нам эту глыбу нужно сейчас потопить немножечко. Вот таким вот большим мечом. Чтоб топилось быстрее. Меч можно убирать. Толкаем вот эту маленькую штуку туда. Всё должно быть как надо. Вот, залезло, наконец-то. Ну и всё. Теперь выбор, да, надо сделать под нами. О! Сработало. Ну вот. Почти подобрались. Почти залезли. Именно здесь последнее испытание. Так. Вот они, эти консервные банки. Сейчас мы их потихонечку обойдём. Оу, здесь монстр, сколько смотри. Нехорошечно. Сейчас мы спрячемся. Так, кажется, нас запалили. Сейчас нас бомбанут. Это не весело. Спрячемся за деревом. Так. Неплохо, так? Ещё и куча летучих мышей. Да что ж происходит-то? Где мне спрятаться? Спрятаться, спрятаться, спрятаться. Давай сюда. Так. Хорошо. Бежим, 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 бежим. Нормально так меня подизмотали. Тут, короче, турель стоит. Всё понятно. Так, короче, быстренько, быстренько перелетаем вот сюда. Встанем эту штуку. И просто калашмарим. Всё. Турелька готова. Зашибись. Так. Ну что, поскольку у нас вот эти летунны в недосягаемости, их довольно сложно убить. Нужно пойти и купить древних стрел. Ну а с чего мы с тобой мутим? Делаем здесь телепортейшн. Вот так. И сваливаем отсюда. Здрасте. Я тут за стрелами пришёл. Надеюсь, у меня хватит на стрелы. Вот зашибись. На целых пять штук. Покупаем. Можно ещё купить. Денег хватает. Всё. Финансы мои вышли. Пора надрать задницу этим ржистяным банком. Так, значит, снаряжаемся. Десять древних стрел. Нужно не профукать моменты. Во-первых, нужно заставить его посмотреть на меня. Так, готовность. Давай. Смотри на меня. Я здесь. Ты же меня видишь? И теперь стреляем ему ровно в глаз. Готово. Рухнула глыба металлолома. Так, ну что? Тут вроде бы остался последний. Вот этот вот перец. На ему в башке. Разворачивайся ко мне. Покажи свой глаз. Алмаз. Всё? Всех прикончил вроде бы. А вот оно и само светилище. Столпы поддержки. Светилище Сата Кода. Такое испытание у нас уже было. Здесь просто нужно грамотно рассчитать положение наших ледяных глыб. Сейчас мы будем их, значит, делать. Первая глыба здесь. Потом она, по идее, должна упасть туда. А, она вообще не упадет. Застряла сфера. Вот это дело. Смотрим. Прокатилась. Ага. Здесь поддержку надо намутить. Вот такую вот поддержочку. Чтоб качелька у нас не наклонялась в обратную сторону. Так, теперь ещё. Да. Вот так вот. Так, падает и застрял. Не то, что я хотел, но ладно. Сейчас исправим ситуацию. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И... Черт, промахнулся. Надо бы, наверное, сделать вот как-то так. Бинго! Попали! Так, чё дальше? Чё, он там и будет лежать, что ли? А, во! И шарик попадает ровно в трёхочковый. Ну всё. Старейшин, давай последнюю эмблему. Я пошёл. Финалится. Ух ты, у меня полный комплект. Доспех Азора. Ну чё, лжеган от воды. Сейчас я тебя уделаю очень быстро. Ты только никуда не торопись. Так, ладно. Будем действовать. Блин! А давай-ка мы сейчас в обраточку ему эту глупу отправим. Ой. Много-много-много-много-много-много. Очень много. А вот последнюю можно. Больноват, наверное. Ну давай, полни в меня, полни. Хе-хе-хе. Своим же снарядом сам себя погубил. Всё, полетело. Би-и-и. Последний разок. Сейчас я его стрелами добью. Тебя что-то беспокоит? Такой отсутствующий взгляд. О-о-о, извини, не хотел тебя обидеть. Знаешь, все эти рассказы про воинов воодушевили меня. И я решил написать собственную песню о мифе. Мне захотелось представить её в несколько ином свете, чем это делал мой учитель. Разумеется, за вдохновением я сразу отправился к Руте. Ведь именно этим чудищем управляла мифа. Послушай, что у меня получилось. Итак, песнь мифы. В нем ли история о доброй мифе, что Руте управляла? Уверенно вела свой род, к счастью она. Свела судьба её с принцессой избранной. Что к ней на водопад за помощью пришла. Принцесса, скажите. А кто эти другие избранные? Горан-силач Дарук. Воин Рита Ривали. Глава Геруда Урбоза. И ещё... Рыцарь с мечом-сокрушителем зла. Линк. Ясно. Сидон, плыви скорее сюда. Мифа, Сидон совсем малыш. Он не поднимется по водопаду. Принцесса, мне предстоит управлять Рутой. Давай! Я научу. Скорее залезай мне на спину, Сидон. Готов? Если со мной что-нибудь случится, ты будешь защищать владение Зора. Ты понимаешь? Ну а теперь... Попробуем ещё разок. У Зора была очень добрая принцесса, но даже она умела быть строгой. Тебе понравилось? Я постарался показать, что мифа могла быть решительной Закончив эту песню, я почувствовал, что стал немного ближе к учителю Его песня завершена И я исполню ее в безлюдном месте Там, откуда виден замок Хайру Ты стал таким сильным Намного сильнее, чем раньше Милость мифы будет помогать тебе чаще Ты могучий воин Ты спасешь Хайру И принцессу, которая ждет тебя в замке Я, священник Москов, приветствую тебя Преград немало ты преодолел Последнему испытанию путь лежит через святилище жизни Ступай И участь там прими свою Ох, летишь, тем корень отрешился Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok